Приветище! Это Зельда Слезы Королевства. И мы продолжаем прохождение этой классной игры. Значит, я тут нашел валяющегося, как обычно, пухлого маленького корока. И его нужно доставить к другу. Друг находится где-то вон в той степи. Напомни мне, пожалуйста, где твой друг валяется. Ага, вон он, зеленый огонек появился, значит нам туда. Поедем мы туда не на своих двух и даже не на четырех. Хотя нет, на четырех точно поедем. Колеса. Вот такие вот драконьи колеса классные. Механизмы хоть и занаевские, но они вечно косили все под драконов. Сперва хочу попробовать сделать моноколесо и посадить на него корока. Не знаю, получится это или нет. Сейчас проверим. Вообще устойчивое оно или нет это колесо. Кладем. Нет, колесо падает. Мышка тоже хотел на моноколесе прокатиться, но увы. Нет проблем, мы сделаем трицикл. У нас под боком здесь есть материал, что очень хорошо. Готово. Задняя ось у нас немножечко не такая, но мне дико интересно, как это будет ездить. Кругами, по идее. Поскольку колеса поставлены в разные стороны. Где тут ровная площадка? Короки любят же суету, да, там всякую. Эй, Бугляш, иди, опробуй аттракцион мой новый. Сюда тебя садим. И поехали. О-о-о. Смотри, не взблеваний. Прикинь, я, оказывается, тут свой трицикл рядом с Букоблинами строил. Обалдеть можно. Вы что, с дуру рухнули? Я к вам даже не подходил. Прибежали такие. И давай права качать. Типа, это наш трицикл. Ты его построил на нашей территории. Долбаные гопники-свиноты. А-а-а! За что? Короче, все-таки у меня отжали трицикл. Ну все, свиньи, вам хана. Я знаю, что вы тут зашкерились, так что... О, какой ты здоров... А что, у тебя на башке каска какая-то? Прикол. Да я не в тебя стрелял вообще. Дружище, дай я посмотрю на твою каску. А это еще откуда? Что это вам... Вы что, ловушку что ли? Нифига себе. У меня сейчас лук сгорит. Что тут происходит? Большой Букоблин самоликвидировался походу практически. Что он здесь сделал? Вообще не понимаю. Он бочку, видимо, взорвал. Вот такой... О, кстати, слушай. Мне подкинули классную идею. Берем бумеранг. И цепляем к нему бомбу. Ну или можно огнемет. Или можно лазер. И, короче, будем все экспериментировать теперь с нашим бумерангом. Бумеранг-то посмотри, какой здоровый. Сейчас я его, конечно, пускать не буду. Иначе я сам на нем подорвусь, когда он вернется. Нужно найти цель, в которую он врежется. Самое главное, когда у тебя сзади бочка с порохом, очень аккуратно передвигаться. Обходить огонь, обходить камни. Если ты что-то заденешь, то все, твой пердак разлетится в клочья. Я тут еще подумал, а что если колесо вот это вот прицепить к моему щиту? Я буду на нем ездить? Давай, щит. Поехали. Прикинь, не буду ездить я на этом колесе. Да что это такое-то? Как это я не буду ездить? Ну, это как-то непродуманно, конечно. Колесо врубается, но оно, смотри, как бы катится все, но... Нет, серфить я на нем не могу. Трицикл готов. И разразилась молния. Короче, пупсик, у тебя самое крутое место. Ты даже не представляешь. Ты за рулем поедешь вообще. Вот сюда тебя, и все. Отличное место. Ставим наш трицикл ровно вот так вот. Садимся. Сейчас, я его заведу вначале. Блин, надо оружие поменять, иначе я тут все в клочья разнесу. Поехали. Е-е-е-е. Просто чума. Ты рад? По-моему, в восторге. Ой, врезались в камень. Ой-ой-ой, ДТП. Сейчас может быть многочисленное ДТП. Е-е-е-е-е-е. Е-е-е-е-е-е-е-е. Придется прибегнуть к моей руке. Стой, 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 без меня-то куда? Как же без меня-то ты что? Стой. Стой, да подожди, опустись. Е-е-е-е-е-е-е-е. Как все сложно. Едем? Ну, так тоже пойдёт. О, как на стёрке, ёлки. Нам совсем чуть-чуть с тобой осталось. А что там за котёл горячий? Там твоего друга нас, что ли, варят? Или это он такой костёр разжёг? Длинное получилось путешествие. Как в той игре. Как же её? Точно. Lost Ark. Красочные и опасные миры, тишащие монстрами, боссами, а также NPC, жаждущими всучить тебе квест. Взял квест, так поплыли, качать, одевать перса. Штормить меня в штиль. А это новый корабль-призрак 13 корсаров. Можешь попытать на нём свою удачу, если повезёт. Спустить паруса. Испытание куба. То, что заставит тебя трепещать. Толпы разъярённых персов, порвающихся, порвать тебя в клочья. И чем дальше заходишь в куб, тем сильнее твоя пятая точка подгорает. Но и приз становится круче. Не хочешь сражаться? Бытовуха ждёт. Залетай на рыбалку, улови рыбу своей мечты. А можно и на охоту, там шкуры, мясо, все дела. Или археология, здесь всё просто. Лопату в руки и копай. Устал? Топай в своё поместье, а то ты как бог. На дворе лето, тебе надо зиму? Да легко. В поместье можешь менять время года по своему вкусу. Крафтить вещи, заниматься планировкой. И заглянуть в свой собственный особняк, который ты можешь также прокачивать. И это ещё не всё. Куча веселья ждёт тебя. Просто переходи по ссылке в описании, получай подарки и начинай играть совершенно бесплатно. Стопэ! Слезай давай с руля. Хреновая из тебя водила. Гоните мне две семечки за услуги перевозчика. Кажется, я нашёл, на ком можно опробовать наш новенький бомеранг. Читож! Ой, блин, из-за бочки нифига вообще не видно. Куда метится-то? Так, давай я с лука намечусь вот так. А теперь туда кинем бочку. Да не того! Не ту! Мой бомеранг избил птичку. Кажется, мы там отличное барбекю сделали. И сова убежала. Ну, насчёт мяса я был прав. Жареная ножка. Ладно, пойдём вышку открывать. Странно. Рита стоит. Ничего себе, привет. Шнобда! Пришёл посмотреть пусковую вышку. Прошу прощения, здесь случилась небольшая поломка. Чё опять случилось? Мне сказали, что сломался терминал пусковой вышки, и я пришёл, чтобы его починить. Только вот... Дверь не открывается, да? Я не могу попасть внутрь, дверь не открывается. Мы сталкивались уже с подобной проблемой. Мне, походу, опять придётся через верх залазить. Прикинь, чё он мне сказал? Говорит, я пока ломал голову, как открыть эту башню, проголодался. Можешь мне набрать немножечко грибов в одной из пещер? И где эта пещера? Я про пещеру по одной же этого холма. Когда строилась пусковая вышка, я частенько туда заглядывал. Там всегда было много грибов. Я надеюсь, что если я принесу тебе грибы, ты откроешь эту вышку. Что ж, погнали. Значит, вот она эта пещерка, где-то здесь должна быть... Нет, это не пещера. А, вот она. Вот. Скорее всего, это она. А, и пролезть туда будет... Сложновато. А я, по-моему, здесь уже был. Да, я тут уже ковырялся. Тут всё пробито. Короче, я побывал в пещере, собрал все грибы. Но этот пернатый утверждает, что ему до сих пор нужны грибы. Поэтому пошёл он в пень. Так как пещера проходит прямо под этой вышкой, я сейчас просто телепортнусь в неё. В надежде на то, что я попаду туда, куда мне нужно. Я не знаю, может быть, из-за того, что я раньше уже был в этой пещере, и я систему квеста сломал или ещё чего. Так, значит, короче, где-то здесь. Давай попробуем. Нет, здесь нельзя. А чё, реально под башню никак? Ну так нечестно. Вот тут давай попробуем. Куда я вылезу, интересно. Ага, мне нужно взять немного левее. Понял. Давай обратно. Давай-ка вот здесь попробуем. Тут, смотри, прям плюха сверху висит, как будто именно сюда мне нужно. О, отлично. Вылезли куда нужно. Шикарно. А, тут палки стоят. Давай их заберём просто и всё. Это ж кто их тут умудрился поставить? Какая сволочь. Всё, дверь открыта, заходи. Чего? Дверь открылась. Неужели ты её починил? Так, ну мне пора. У меня ещё столько дел. У меня тоже. Мне нужно совершить крутой прыжок. И я предлагаю, значит, вот там вот есть святилище, в него заскочить и добежать до следующей вышки. Давай-ка наденем костюм для пикирования. А то выносливость у меня уже закончилась. И нужно попикировать как можно дальше. Хорошо, что внизу хотя бы вода есть. О, а там жиробас вон дрыхнет. Птицы вокруг него летают. Ну вот и чудно. Фух, вроде обошлось. А рядом со святилищем конюшня. Надо будет в неё забежать, коня своего вернуть. Святилище Тадзикацу. Баланс и форма. Ммм. Что бы это могло значить? Значит, вижу бревно. Ну, я могу его поставить вот так и залезть по нему. Давай-давай-давай-давай. Опля, мы здесь. А здесь два бревна. Мы их сейчас просто склеим. Увеличим, так сказать. Вот. И тут вот надо где-то их грамотно поставить, эти бревна. А, слушай, тут даже, наверное, было не так склеивать-то их. Их, их, их. Потому что они скатятся. Короче, надо... Надо немножечко по-другому сделать. Т-образную постройку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай проверим. Вот я её кидаю. Ага. Е-е-е. Есть попадание. Теперь самое сложное. Я уже упал, блин, с неё. Надо сбалансировать так, чтобы не свалиться с этого бревна. Чёрт. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Не свалимся, не свалимся. Ух. Е-е. Получилось. Здесь у нас что? Ну, тут проще простого. Обычный мостик. Что я делал уже ранее. Оп-ля. И тоже баланс. Слушайте, я по рельсам ходил. Ой, тут бревно катится. Я по рельсам ходил, тут какое-то бревно. Поэтому это легко пройти. Бревно нам понадобится, потому что нам ещё дальше нужно лезть. Ну-ка, если я вот так вот его брошу, оно будет? Нет, оно не будет. Так, да, берём вот эти бревна. И делаем вот так. Вначале хочу сделать двойное, прям, чтобы мне проще было ползти. Так как дистанция очень длинная. Вот и всё. Чудо-мост у нас готов. Шлёп. И пошли. Э-э-э-э. Не падаем. Йуху. А здесь нам нужно плод построить, по всей видимости. Там сундук. За сундуком тоже было бы неплохо сплавать. Ладно. Я, пожалуй, знаю, что я сделаю. Возьму вот эти бревна. Вытащу их сюда. Они нам пригодятся. Чем больше бревен, тем больше мы сможем построить. Сначала мы поплывём в ту сторону за сундуком. Надо посмотреть, что там. Берём наши пропеллеры. Я думаю, что нам даже одного хватит, в принципе. Хотя нет, не хватит. Тут течение сильное. Поэтому придётся и второе ещё взять. Ну вот и всё. Поплыли, ребятки. Давайте. Да ну нафиг. Эй, вернись. Чёрт подери. Вернитесь обратно. Что это за дела? Ну как так вообще? А тут я лоханулся. Опля. Так, ну теперь давай попробуем. Я сейчас вот сюда заберусь. И по уголку попробуем проплыть. Получится у нас это или нет? Да, получается. Шикас. Пускай вентилятор работает, чтобы наш плод никуда не уплыл. Течение может снести. А я посмотрю, что здесь. Шипозаслон. Да фигня какая-то. А теперь нам нужно вон туда. Опля. Стоп, 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 стоп. Ништяк. Всё получилось. Йоху. А вот и я. Мой плод плывёт дальше. И здесь мы с ним расстаемся. Ну и теперь бежим в конюшню. Хотя может и не надо брать своего коня. О, кажется, кроволуния скоро будет. Конюшня речная. Не хочу я, короче. Вот это кроволуния, все дела. Давай я просто посплю в конюшне, да и всё. Доступна новая награда. Ого, похоже, у тебя накопилось уже много баллов. Мечник Линк. Если ты хочешь получить за них награду, подойди к конюшенной книге учёта. Только я, наверное, сперва посплю в обычной кровати. А что такое кровать Малании? Сон на кровати Малании? Даст тебе большой заряд энергии, чем сон на обычной кровати. А ещё у тебя есть все шансы услышать во сне настоящее пророчество лошадиного бога Малании. Это уникальная услуга. Так что мы решили предоставлять её только тем, кто набрал 7 конюшенных баллов. Ну что ж. Обычная кровать будет... Блин, прикольно. Предсказание ещё можно во сне увидеть. Но надо побольше баллов накопить. Давай обычную кровать, короче. Обычную кровать? Ты хочешь использовать купон на бесплатную ночёвку? Купон на бесплатную ночёвку нам давал держатель рекламных счетов. Так что спасибо ему большое. Пожалуй, ей и воспользуемся. Использовать купон. Хорошо, за эту ночёвку тебе платить не нужно. Когда тебя разбудить? Утром, пожалуйста. Приятных снов. Спасибо. Блин. Я ж спать лёг. Это не крутой сон. Нифига не крутой. Дружище, мне кошмары всякие снились. Верни мне купон, пожалуйста. Не очень хорошая кровать. Пойдём, короче, в книгу учёта забежим. Посмотрим. Получить награду. Что я могу получить? Да-да-да, минуточку. Хочешь получить награду за баллы? За три балла ты получаешь тяговую сбрую. О, круто. Наконец-то. Ёлки-палки. Это особое снаряжение для лошадей. При помощи тяговой сбруи ты сможешь запрягать лошадь в разный транспорт. Например, к повозке, чтобы перевозить крупные предметы. Если ты накопишь ещё два балла, твоей будет ткань смолания, мечник Линк. Её можно использовать в красильной деревне Хатена, которая находится в регионе Неклюда. Спасибо, что бываешь у нас. Ещё и красильную потом дадут. Так, сбрую, значит. У меня есть сбрую, 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 сбрую. Мне нужно забрать свою лошадь. Эй, я хочу попробовать сбрую. Во, и мне сразу предлагают надеть тяговую сбрую. Давай, давай наденем. Понятно, я надену на лошадь тяговую сбрую. Готово, тяговая сбруя на лошади. Е-е-е, е-е-е, чёрная ля. Привет, давно не виделись. Поехали. А, ну подожди, давай я тебя поглажу. Такое ощущение, как будто я собрался, знаешь, это, землю пахать. О, кстати, вот повозка рядом стоит. Давай-ка мы её прикрепим. Вот так вот. Я прикрепил повозку. Правда, не так, как хотелось бы. Что-то у меня пошло не так. Я прикрепил, по-моему, её к колесу и... Так, мы можем ехать? Мы можем ехать? Даже так. Ясно? Всё, мы встали. Ладно, давай я её сейчас правильно прикреплю. Вот так вот. Ништяк. Здесь бы ещё у меня креслица и... Я бы тогда не на лошади катался, а в своей повозке. Всё, погнали. Я теперь буду перевозить здесь свой болид. Что-нибудь построю и буду перевозить. Вот, кстати, стой, 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 стой. Вот этот камень хочу взять. Большой жирный камень. Он нам пригодится. Давай я его сюда прикреплю. Прикрепить. Вот. Посмотрим, насколько тяговитая моя лошадка и сможет увезти этот камень. В принципе, сложности никаких с этим нет. Ну и зашибись. Ау! Да, сложности есть всё-таки. Тогда в топку этот камень. Но булыжник, конечно, хороший. Хороший, ничего не скажешь. Ох, ёлки, нифига себе, я развернулся вот этот дрифт. Прямо по курсу у нас ещё одна вышка. Пожалуй, заедем в неё. И она, кстати, смотри, огорожена каким-то забором. Похоже, там живут бобкоблины возле этой башни. Придётся её отбивать. Ну да, ну да, ну да, ну да. Ладно, пойдём в бой. Свин упал. А я бегу. Надо, кстати, не забыть это ещё. Прикрепить на стрелу лучше что-нибудь огненное. Ага. Так, прикрепляем что-нибудь огненное. И вон туда. Нет! Не успел. Не успел я кинуть в него. Так, нет, ты не кинешь. Мимо. Хватит уже кидать свои бомбочки. Так, отпустил, отлично. Отпусти. Нельзя эту штуку трогать. Всё, улетел. Кончил собако, блин. Пойду заберу с него там всякие штуки. Зуб моблина. Рог моблина. Я там, короче, где-то палку брал. Вот она. Сейчас мы метательное, подрывательное оружие сделаем. Вот так вот. Если он бомбанет, так бомбанет. Ого. Ой, блин. И здесь ещё тоже дохрена бочек. Так, нам нужно срочно бочки пробежать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нифига себе, ребята, вы чё? Ох, там подрыв. Бежим, 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 бежим. Теперь метаем копьё. Ох, хорошо как, а. Подгорели ваши жопки. Свиные рыла. А это-то чё за броненосец тут пришёл? Где моя там сердцевая бита? Сейчас я буду её размахивать. Кстати, подожди, а может быть мы вот эту возьмём штуку? Ребята, смотрите, чё у меня есть. Так, ого, 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 его это даже не берёт. Ничего себе. Так, здесь другая идея. Берём меч. И крепим эту штуку к мечу. 21 урона мечом. Ого, ого, ого. Ну всё, вам крындец. С вымьёт. Давай проверим. На. Ну, так себе бьёт, на самом-то деле. Оу. Нифига себе. Нормально он жбахнул по мне. Удительно, что я остался жив, если честно. У меня, кстати, есть ещё одно копьё. С бочкой. Которую я находил, по-моему, в сумзаке. Вот сейчас мы метнём в него. Эту бочечку. Где ты там, пупсик? Каменный пупсик. Бусяо. Лови. О, хорошо. Загорелся. Так. Ну. Свинота, кто там следующий-то хочет на меня напасть? Ой. Ой, там сигналку врубили. О, какой бугай здоровый. Бежит. Ужас. Ужас. Да, 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 да. Оп. Ну, эпично вышло. Знаешь, это когда в боевике кто-то бежит, и сзади всё взрывается к чертям. Так, лучше я от бомбочек подальше убегу. Там кто-нибудь стоит? Нет? Можно открыть дверь, пожалуйста? Я не хочу сражаться. Там очень большой свинь. О, вот так вот. Свиньи, прощайте. Вы идёте сюда, нет? Они такие, посмотри, ребята, он открыл дверь, пошлите. Мы просрали. И свалили. Прикольно. И убежали на свои места. Ну, и хорошо. Полетел я по своим делам тогда. Опаньки. Давай-ка залетим вот на этот остров. Вначале на камень, а потом на остров. Вот так вот. Переведём здесь дух немножечко и туда. Там даже что-то, вон, меч что ли какой-то? А нет, это карокская. Это карокский цветочек. А, прикинь, я вообще ошибся. Это даже не цветочек. Хотя вот это вот что это такое? Бодрый лук. А здесь у нас огненный фрукт. И больше ничего, походу. Золотой яблоко. Ладно. Здесь вот ещё одно золотое яблоко. Ещё одно? Ого-го. О! А это что за яйцо? Давай-ка спустимся туда. Это фонарь. Это не яйцо. Флёп. Да, точно. Это фонарь в виде яйца. Так, что нас там внизу вообще ждёт? Здравствуйте. Можно было сюда спрыгнуть, наверное. Тут вот есть парящая платформа. Её можно двигать. О! Ракеты! Ракеты! Я знаю, кстати, одну фишку с ракетами. Ща. Вот это демонтируем колесо нафиг. А вот это шлёпаем на щит. И теперь, когда я воспользуюсь щитом, эта ракета должна меня потянуть вверх. Щас проверим. Щас посмотрим. Давай, let's go! Офигенно! Правда, ракеты очень быстро ломаются. Но они не совершенно ещё. Так что, такие дела. Нафига они тут нужны, я вот только не понял. Видимо, на платформу, что ли? Но вот куда её двигать? Может, там она пещеру какую закрывает? Давай, это двинем. Давай, это двинем. Не, пещеры тут нет. Есть у меня, конечно, одно предположение, что... Что? Подожди. Можно, знаешь, как сделать? Давай мы прицепим ещё один к щиту. Может, нам просто грамотно нужно упасть вот сюда, чтобы корок появился? Как бы других вариантов я не вижу. Давай, полетели. Так, и вот падаем вниз. Не, ничего не произошло. Очень странный этот остров. Скорее всего, всё-таки мне нужны были реактивные двигатели, чтобы добраться вон туда. То есть, мне тупо надо было повесить реактивы. Хотя, почему бы не использовать пропеллеры? Давай я вот один сейчас возьму и прикреплю. Ну-ка. О! Летим! Шикарно! Кто бы мог подумать, что левитирующая панель так легко толкается. Вырубаем, батарейка села. И смотри, мы продолжаем двигаться, как на глайдере. Так, ещё раз давай. Ещё-ещё-ещё. Чуть-чуть нам надо. Готово! Е-е-е! Прибыли! Оу-оу-оу-оу-оу! Спокойно, спокойно! Не надо вот этих вот финтов, Линк. Аккуратненько. А тут нас поджидал. Ничего себе! Это что за стрелы у тебя там? Ты что, ракетами стреляешь? Он реально ракетами стреляет? Ты посмотри! Ты что такой бешеный? Э-е! Так, давай-ка мы его собьём. Готов. Совсем обурел? Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, да что ж такое-то! Я хотел потянуть поближе и всё нафиг уронил. Ну, рукожопству нет предела. Придётся опять пропеллер. Там было две ракеты и я опять же вразрал. Давай ещё повыше залезем и поймём. Почешем отсюда с этого острова. Есть возможность телепортнуться. Опа. О, еще один. Ну, шикарно. Шикарно, главное тут не сдохнуть. Вот сюда сейчас спрячусь. А теперь ты отведай мои стрелы. Эй, эй, эй. Не успел. Готов. Щекос. Так. И нам типа вон до того следующего острова надо или куда, или как. А, есть вариант вон туда улететь, смотри. Дальше. Еще дальше. Отсюда типа стартануть. Ну, давай попробуем. Почему бы, нет? Я что-то заберу. Ракету прикрепим вот так. Вот. Нет, она тогда наискосок нас потащит. Не-не-не. Давай мы ее прям посередине вот так вот шлепнем. Во. И тащи нас. Поехали. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Это слишком быстро. Капец. Мы пролетели, все. Стой. Елки-палки. Обосраться. Мне ж вот сюда надо было всего-то. Блин, зря я пропеллер, конечно, выкинул. Можно было бы платформу просто реверсом назад оттянуть. Хотя нет, пропеллер нам сейчас понадобится. Давай назад, 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 назад. Потихонечку, потихонечку. Давай еще, 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 еще. Вот, шикарно. Так, вот где-то здесь. Опа, стоим. Так, я не понял, а где мой пропеллер? Эй! Пропеллер там, походу, упал. Черт. Надо было его закрепить. Ладно, хорошо. Еще один пропеллер. Цепляем его сюда. И тащи нас. Стой. Стой. Это реактив случайно. Да все, все, все. Хватит. 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 Блин. А-а-а! Ай-яй-яй, зацепись, Линк, зацепись! Все. А, ну нет, еще не все просрано, слава богу. Можно на этот остров залететь. Или не залечу. Сил не хватит. Да должен, должен, давай. Блин, а все равно, как я попаду туда-то? Я же... Я же, это... Платформа-то висит там теперь. Интересно, я могу ее реверсом обратно? А, только туда, да? Ну вот. Ладно, короче. Поеду я к геоглифам. Хватит тут развлекаться. У меня куча важных дел. Я надеюсь, что я правильное направление сейчас выберу. Опля. И поехали. На всех скоростях. Погнали, ребята. Юху! Вот это скорость, вот это я понимаю. Кстати, а вон там что за остров? Все, мы летим потихоньку. Летим. И, кажется, прилетели. О, там мой друган. Голем ходит. А вон, кстати, геоглиф. Который вполне может быть нам нужен. Где там наш параплан? Я полетел. В этот раз, надеюсь, удачно. Все, нам осталось только слететь. У нас выйдет это сделать? Нет, так не выйдет. Хорошо. Я сделаю тогда так. По старой доброй традиции. Но в этот раз у меня должно получиться. С этим долбаным парапланом. Я сейчас сразу запущу весь механизм. Поехали. Оп, 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 оп. И мы летим, мы летим. Юху! Куда нужно, да? Куда прям нам нужно? Давай я пока вырублю тебя. Мы просто будем парить. В нужном нам направлении. И наслаждаться красотами видов. А, кстати, нет, он же может сломаться, этот параплан. Так что давай побыстрее. Летим побыстрее. Ищем другие геоглифы. О, дракоша, смотри, завис в воздухе. Кстати, были догадки, что, возможно, этот дракон, это Зельда. Которая принесла нам меч. Не знаю, как-то все это слишком мутно. Так, у нас садится батарейка. Это не очень хорошо. Врубаем пока что. Параплан и парим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, параплан выходит из строя. Летим столько, сколько можем. Все. Параплану хана. Дальше парю на своих, как говорится, руках. Ручечках. И парим мы в зимний бьем. Потому что именно сюда нам и нужно. Дай-ка я переоденусь. Я, конечно, сомневаюсь, что нам это сейчас сильно поможет. Но полетели. Опля. А вот и я. А вот и дракон. А это что тут катится? О, круто. Вот это я. Вот это да. То, что нужно, я нашел. Так, значит, подожди, подожди. У нас здесь есть воздушный шар, батарейка. Прям вообще шикарно. Так. Это нам поможет забраться как можно выше. Потому что гора тут капец какая высокая. Сейчас я тебе покажу. Вот такая вот горень. И нам нужно туда. Надеюсь, что все пройдет удачно. Полетели? Еее. Мы взлетаем как можно выше. Но дальше должны использоваться мои батарейки, если что. Так что все. Что это? У меня там палка горела. Елки. Не очень хорошо вышло. Так, летим, летим. Знаешь, что проблема в том? Что, да. Проблема очень серьезная. Я сейчас нафиг отвалюсь. Я сейчас нафиг отвалюсь. Потому что ячейка... Да. Ячейка батарейки была закреплена не очень удачно. В этот раз сделаем все правильно. Ячейка будет стоять рядышком. Вот здесь. Я бы еще, наверное, сюда одну шлепнул. Ячейка у меня как раз она есть. Двух нам вполне должно хватить. Чтобы забраться на эту гору. Полетели! Батарейка, конечно, на глазах тает. Это как-то не круто. Минус батарейка. Летим дальше. А это что такое там? Какая-то фигня, а? Подожди минуточку. О-о-о-о-о-о! Вот это даже круче! Стой! Полетели туда. К топку этот наш... Воздушный шар. Который отбрасывает тынь. Мы сейчас вот на этой штуке улетим. И не важно сколько батареек. Мы точно улетим. Опля. Так, залазим. Поехали! Антизамерзайку надо выдуть. Подожди. Вот это зелье выпиваем. И нам уже хорошо. И мы так высоко. Выше, чем воздушный шар, наверное, да? Где, кстати, он? Воздушный шар, ты где? Он, наверное, уже все. Того. Ну, в принципе, вот. Вот это максимум. Дальше мы здесь на своих двух паре. Геоглифа я здесь не вижу. А он где-то должен быть. Где же Геоглиф? Вон он! Нашел! Ха-ха-ха! Вон туда нам надо. Ух ты! А там что? Нефтяная вышка, что ли? Или что это такое? Непонятно. Надо будет потом туда сходить посмотреть поближе. А вот и Геоглиф у нас начинается. Вроде бы это тот самый следующий Геоглиф, который нам нужен. Осталось только найти слезу с омутом памяти. Есть вариант отсюда спрыгнуть и посмотреть, где эта слеза может быть спрятана. Главное, знаешь, не перелететь слишком далеко. Так, здесь слезы. Вот она, слеза. Кажется, она тут забита. Ну-ка, это оно? Да, это оно. Нашли. Позвольте мне, принести вам глубочайшие извинения от имени всех Герудо за то, что мы так задержались. Мы все покорнейше просим принять нас под защиту, Ваше Величество. Хорошо сказано, Ганандорф. Я принимаю твою клятву верности Хайрулу. Говорят, что только раз в сто лет у Геруда рождается мальчик. Принять в Хайрульское подданство героя короля по праву рождения заманчивая перспектива. Это честь для нас. Когда в далекие времена Занай впервые спустились с небес, их должно быть считали богами. Теперь один из их потомков стал королем и заключил брак с земной женщиной. Вы вышли из тесных рамок своего народа и стали правителем всего мира. Мудро. Очень прискорбно, что кроме вас и вашей сестры из вашего народа никто не смог уцелеть. Действительно, это очень неприятно. Если и меня ждет конец, королевство в безопасности. Никто и никогда не покорит его. Хм. Хорошо, Ганандорф. Я возлагаю на тебя большие надежды. Можешь идти. Благодарю. Король Рауру. Мне кажется, в его словах затаилась неискренность. И его имя у меня плохое предчувствие. Увы, его душа блуждает во тьме. Поэтому я сделал так, чтобы он всегда был на виду. Не беспокойся. Да. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»